здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас новом канале закорнил цветочник и он тоже очень рад сегодня я вам расскажу про сциндапсус сорт аргиреус называется ну тоже это такой небольшой обзорный ролик то что про сциндапсус ролики есть буду знакомить вас продолжать с разными сортами огромное количество разновидностей каждый из них достоин отдельного видео пусть и короткого значит смотрите сорт аргиреус это у нас вот такой темно-зеленый лист с серебряными вкраплениями если его посмотреть такое ощущение что у него бархатистая поверхность и с обратной стороны у него просто темно-зеленый с небольшими розовыми вкраплениями я бы сказала здесь могут просто как серебринка да вот новый листик идет новый лист отличается очень сильно по цвету от того который вырос чуть раньше видите интонации тоном-тоном те более темные те более светлые со временем они потемнеют новый листик у нас идет вот отсюда это свернутая в трубочку штучка скоро превратится в красивущий новенький вот такой вот ну не салат веньки но светло-зеленый листик и листики идут один за ним один за одним размножаются сциндапсус и у нас черенкование видите корешочек вот мы отрезали веточку воткнули в землю и собственно больше ничего не нужно вот у нас зачатки корней идут практически под каждым листом то есть это происходит вот это вот пимпочка не знают видно нет это будущий корешочек который можно будет укоренить соответственно если вы не хотите чтобы у вас он был ампельным вы можете его кластью так на землю рога . и вот видите вот корешочку чу новая веточка совсем уже такой хорошо выделенный корень то есть мы вы кладем закрепляем вот так вот какой-нибудь рогатинкой чтобы он прирос и просто как он прирастет от недели через две мы убираем нас получается такая большая зеленая масса над землей то есть его можно использовать и в подсадку закрывая землю у крупномеров к любым абсолютно крупномерам потому что ему нужен рассеянный свет обильный с полной подсушкой полив и собственно все очень красивые серебристые листья посмотрите разное количество серебра в зависимости от листка то есть где-то вот прям у нас целиком с небольшим орнаментом зеленого где-то россыпь листья сердцевидные очень красивые линейку я взяла для того чтобы показать вам по моему прошлый раз тоже про стендапсы рассказывала или про что-то такое вьющееся начала мысли не закончила и мне кто-то написал описал весь ролик так и не поняла про что вы хотели рассказать я хотела рассказать про размеры как меряются размеры растений вот этот стендапсус у нас заявлен в размере 12 на 15 как меряют у нас садовники растений они берут от дна горшка вот от дна горшка у нас измеряется растение если у нас речь идет про ампельные растения то вот таким образом вот эти вот одна веточка у нас сколько там 23 сантиметра берем другую веточку до крайней точки листа меряется нас получается больше 30 сантиметров вот эта веточка там 27 вот это 28 и сам горшок от мне просто ради интерес 9 сантиметров то есть у нас это такой честный садовник вот честный то есть 19 минимальная там 23 получается что 12 на 15 другой садовник заявил бы манам его как 12 на 30 потому что у него есть одна ветка которую максимально поднимаем крайний кончик листика 30 сантиметров от дна горшка поэтому друзья когда вы заказываете через интернет и ориентируйтесь на размер ожидайте меньшего в большинстве случаев придет растить им большего размера вам будет приятно чем вы будете думать что 8 на 10 это прям вот такой вот кактус они знаю 5 на 10 люди думают что это ну без на какое-то огромное там растение нет то есть пять сантиметров из этого роста это горшок почему делаю на этом акцент у нас была история в опытовой компании с горе озеленителем который нужно было закрыть фитостены она взяла небольшие растения очень долго возмущалась почему же такие короткие когда растение меряется по самой крайней точке самой длинной плети ну тут уж как говорится если ты взялся из-за озеленения ты должен понимать тонкости если ты их не знаешь тогда уточняй но если не уточняешь и не знаешь ну тогда ты попадаешь в просак так что друзья помним что на лианы наговаривают никакие они не мужигонные никакие они не вредители никакие они там не негативные растения абсолютно прекрасно если мы саживаем различные сорта эпипремнумов сциндапсусов это очень красивая композиция за счет разных оттенков зеленого то есть действительно получается очень шикарно ну и соответственно мы можем использовать и в подсадку и сциндапсус еще можно делать различные из проволок формы красивый и обвивать у вас будет такое вот зеленое красивое штамповое деревце спасибо друзья что досмотрели это видео до конца сциндапсус аргиреус очень красивая декоративная плянка абсолютно безвредная как для вас так и для ваших мужей всем спасибо и до новых встреч